добрый день дорогие друзья я вас всех приветствую на своем канале у нас сегодня с вами очень ответственный день сейчас мы едем поедем сейчас от муж подойдет на техосмотр надо пройти да и с вами еще съездим эту базу где он говорила где корм для собак продается до если разрешат поснимать и поснимаю но если нет тогда хотя покажу где-то база находится так что если с вами купили щеку моя малька этот корм полюбила теперь если ты раздавала она так его немножко нюхала да то уже когда 2 сдала она сразу его съела к всю тарелку даже облизала да так что корме понравился буду есть татубаза покупать и корм на старые ворота а перед нами так одна машина здорово как так а в другие там вот столько принципе немного машин мало машина в общем ребята можно и там стоять ждать но я вышла на улицу ну а почему я вышла на улицу я не знаю я там когда стояла я очень сильно волновалась как будто вы знаете на экзамене нахожусь открылись эти ворота машина выезжала и грудь я пойду выйду потому что я не могу на это смотреть и очень волнуюсь я вообще на улице группа даже на улице смеется надо мной мне здесь не так волнительно я не знаю короче он там нате когда сосмотр такое все все проверять не прямо к чему он прикасается у меня прямо какое-то волнение души забракует вдруг забракует да думаю нет лучше я не буду ничего этого видеть лучше я подожду на улице на мышь там остался ну что друзья уже здесь короче так я вышла и говорю как я говорил я не могу не могла смотреть когда нашу машину проверяют в общем тут буквально немножко пару пунктов написали по мелочам там буквально ничего серьезного в общем да так что наклейку на наклеили на месяц да но вот может он подделать немножко и все принципе пройдем там ничего серьезного как бы нету так что все нормально надо поменять две трубочки резиновые какие-то что за тормозные тормозные что еще номер задний а что-то в номером заднем и что милый делали отвалился мы его приделали да видимо ты плохо на рапе делал да ну вот и номер прикрепить за так что все нормально с нашей девочкой сейчас мы зашли в лидл а ребята я забыла сказать техосмотр мы прошли за 20 минут очень быстро короче вот с момента как мы заехали в ворота да ну вот я оплатила через интернет все у нас папа что было в общем все заняло у нас 20 минут сейчас ребята едем на базу за этим формам да вам покажут где-то база находится вот сейчас мы выезжаем на улице пьедруяс поедем мимо цена клуба вот здесь слева находится ценный клуб да вот там абрандос . лв магазин помните делала обзор этого магазина вот там вот находится а мы едем прямо мы решили повернуть вот сюда вот не доезжает там дачу переезд мы решили здесь повернуть потому что здесь нам будет ближе как это называется пилда да точно так вот называется да это улица да в общем это самое вот снова поворачиваем туда ну вот мы повернули на эту улицу тут сбоку такой магазин какой-то что-то за магазин ведь это конторы здесь непонятно не знаю да вот такой вот и нам надо бы там где-то повернуть просто я не знаю как с этой стороны ехать я знаю как со стороны там где как на переезд ехать но можешь сказал что он знает эту улицу и вот эти вот ангары получаются вот они где-то сейчас будет зоо где-то подожди будет там написано вот этот ангар вот зоо вот первые ворота у них по сайте было написано первые ворота и работают они каждый день вот друзья показываю вам точный адрес сверху написан и расписание этого магазина и даже сфотографировано здание этого магазина показываю вам все подробно что потом в комментариях меня не спрашивали рута где находится эта база еще здесь недалеко есть депо автобусов по моему не значит не знаю насчет троллейбусом до автобусов точно ну и вот такая вот здесь ребята база кормов да вот тут вот разные разные заморозка для котов для собак здесь есть да вот все разные колбаски здравствуйте от разные колбаски есть все 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 многое такая большая база да так ну я буду покупать вот такие колбаски какие-то дан мне нужен кролик короче сейчас спрошу вот такие брикеты есть всякие разные да подходят для собак для котов видите подходит и эти кармане сырые насколько я там смотрела не сырые да вот именно разработаны видите сколько их много всего-всего и здесь много да и здесь разные вот такие есть замороженные корма да ну вот вот здесь да вот там корма есть вот здесь в общем на сайт можете зайти как бы да и там все увидите вот такие да есть еще корма и друзья здесь и сухие корма вот есть пробники если вы не уверены нужна ли вам большая пачка вы можете дать пробник пробник дают бесплатно если что да и попробовать понравится ваши собаки или нет но корма сухие сказали здесь все очень хорошие а скажите производство чьи кто производит не подскажите это но вас меня латвия не латвия не в латвии ребята вот это все плакет производится да вот почему-то приехал тут вся корма да вот то что вот я там беру это все в латвии да вот мясные мясные тоже в латвии да все производится это допустим норвегия а это латвийские да вот эти вот колбаски они из тоже норвегии по-моему да они в норвегии а норвегия что-то читала вас латвийская тоже если читала на сайте так сейчас покажут где латвийская что есть так а вот эти как это говядина да все понятно да а сколько вот эти стоит колбасы по 5 евро да так ну вот я вот взяла вот эти таких три колбаски вот такое взяла мольки и от пробники дали на сухой бесплатно мне попробуй что я больше всего понравится буду брать у моей мольки наши талия или на тушенку которые покупала в динозо или на сухой корм поэтому хочу поменять ей питание да но вот потом скажу поскольку мне все это обошлось на тот 5 евро это по 6 где-то евро это тоже по моему шесть и сколько мне сказали евро это так да все составы весь корм ребята есть есть на сайте вы можете посмотреть на сайте вот так называется фирма посмотрите вот наберите в латвии барфус . лв и там и адрес будет да как сюда доехать там все есть короче наберите на сайте это хочу показать то что нет других магазинов но говорят это больше для котов вы сказали собачкам тоже да это мороженое для собак есть три пуста на данный момент есть только один вкус да но есть еще за именно арка у кого он был ира и вот и вот саллищи веса для котов у пари протом спелитесь до жады измерято с чулскам как а мыши мыши да вот эти вот да ребят а здесь вот для котов посмотрите у кого кучики чего здесь только нету посмотрите колбаски тоже всякие саллищи мальта пелите а сколько да а я думаю рыбу не скатается на что там эти для рыб тоже есть но в общем друзья приезжайте сюда вот а мороженое сколько стоит а чего нас состоит в общем даже мороженое ребята приезжайте покупайте вот тоже не за такой пирожные на день рождения в общем ребята на день рождения даже приезжать покупайте вот такой большой магазин база в общем ребята они здесь вот этот база находится пару месяцев а переехали у них были два магазина багин скални и на низ голос да ну вот и они все сюда большие морозилки все свои 100 привезли и перевезли магазин здесь в общем у них теперь здесь и база и магазин все вместе у них теперь да ну парень тем так выгоднее так что они не так давно пару месяцев всего они здесь ну вот и я вам скажу потом посмотрю в интернете назову точный адрес да часто память не помню и табличку и не нашла чтобы вам показать точный адрес да не нашла и табличку или что наберите парфуз . л.в. и там вы найдете адрес этой базы короче вот так вы видите сколько из кормов всяких разных много мальки набрала на 24 евро и плюс еще дали несколько пакетиков сухого корма на пробу бесплатно дали мне вот так вот так что это самое все нормально сейчас едем домой так ребята мы уже дома и у нас обед давно мы это не ели я не знаю тысячи лет мы это не ели сейчас вам покажу что мы тысячи лет не ели но а мы тысячи лет пельмени не ели ребята так захотелось пельмени купили в да такие маленькие хорошие пельмени надеюсь что они вкусненькие так от чеснок порядка чесночок мы еще огурчик солененький в общем вот так муж себе еще рюмочку налил такую большую а чем я был запевал вершину да драй горчичку тоже ведь почему я был запевать а пиво есть есть не пиво на лишь тогда хорошо вот так у нас деревенский скромный обед да ну и вот с пенкой пиво я буду пивом запивать ну что поели эти пельмешки вкусные и мне нравится что и вот маленькие да и сразу это не надо тебе разломать сразу в рот кладешь и ешь мы взяли 400 граммов на пробу но мы большие упаковки не берем потому что но я не люблю когда морозилки долго лежат пельмени а мы как бы часто не едим сейчас просто очень захотелось ребята на работ осень мы уже я щи сварила уже мы летом супы вообще не варим как-то нам не хочется горячих супов летом да все как уже жара то ушла уже захотелось супчик от меня уже чашки отваренные до пельмешек захотелось пельмешки а завтра сало купим а ну да почти сало на сало закончилось да сейчас вам покажу какие пельмешки очень понравилось соотношение мяса и тесто очень хорошее и тесто нежное но вот такие пельмешки здесь 400 граммов стоили сколько они ведь не помнишь 2 с копейками по моему до 2 с копейками там что-то стоили хорошие пельмешки и вот такого вот они ведь сейчас покажу небольшого размерчика такие очень классные очень удобно их есть и тесто нежное нежное хорошее тесто и тесто похоже немножко такое знаете как бы на домашнее вообще супер тесто я даже расковыряла пельмешку и посмотрела мясо вы мясо похоже на мясо вроде да вроде похоже на мясо ну в общем все порядке покупать можно и проснулась все ты уже поспала и проснулась да все ты что-то поняла такое чему тут папа разговаривали да поняла чем мы тут разговариваем ты все понимаешь но наелись пельмешек теперь идем в лес растрясти немножко их погодка хорошая но уже все вроде как последние дни да уже по моему потом уже начнется уже такое дайте уже осенняя погодка начнется потом наслаждаемся наслаждаемся солнцем народ тоже так гуляет не спеша наслаждаются тоже последними солнечными днями ну скорее всего не последними но последними теплыми солнечными днями ну что белок нету похоже нету одни птички только ладно близко подходить не был чтобы птичек не пугать я белок не вижу зато знаете кого лицу вида сейчас бежала мышка полевая там одному мертвую увидели мышку полевую показала мужу да и я тут живая побежала прямо сюда в траву но где она тут прямо в травку побежала мы сейчас увидим с вами и вот туда побежала и туда побежала ладно пускай бежит не будем ее пугать сейчас очень много нахожу именно мертвых полевых мышей видимо коты их ловят придушат и отпускает и не едят их да просто придушат их ну вот и сейчас увидела живое представляется так что ведь мы с тобой ежей здесь видели белок здесь видели потом этот большая птица из которой как этот сокол ли кто он там как он ястреба видели дальше сейчас мышей увидели а я еще не назвала кого я первый раз здесь увидела клещей я же когда жила центре клещи вообще не не видела не так как они даже выглядят и здесь я первый раз увидела на мальке я хоть и знал как они пытаются клещи а так до этого не знала что значит городской человек а что значит уже поближе к природе когда живешь на природе у природы рядом с природой рядом с лесом да вот так такая разница звезду личка моя вчера мы с ней вышли на улицу я и молли муж был на работе что вы думаете только вышли из подъезда она развернулся обратными домой тащит игру молит и чего вообще вчера не хотела гулять но когда мы выходим вдвоем я и муж ну тогда она может гулять бесконечно у нее бывает такое находит да что вот она не хочет гулять я не знаю почему вот не хочет и все где-то позавчера или когда мы с ней минут сорок гуляли и домой вообще не тянула не хотел домой идти а вчера просто не хочет гулять и все тащит прям подъезда и хоть и треснем хорошо что у нее это пеленочка мы ее не отвечаем не но я и сказала моли иди пописай тогда пойдем домой она быстренько забежала которая на травку до возле дома быстренько пописала и быстренько домой вот видите я как я приучила с детства этой команде подписой извиняюсь за выражение пока кай она эти две команды очень хорошо знаю да но это когда я говорю иди пописали она идет писает да и домой готова мама я все дела сделала пошли домой как-то вот так пошла подтянулась чувствовала что могу немножечко больше еще на один-два раза но пока страной не перезагружаю свою руку не не перенагружаю вот так правильно будет сказать потому что страна на все сто процентов еще не прошло но уже видели я уже висела как бы могу висеть спокойно до специально в конце так повисела еще уже спокойно все но все равно еще у меня есть одно такое движение рукой вот в эту сторону помог когда делаю немножечко еще такое ограниченное да поэтому значит на сто процентов не прошла поэтому пока еще не перенагружаю но саму из формы немножко вышла вот так вот так что надо будет по новой наверх я уже говорил ну я уже занимаюсь занимаюсь уже а здесь белок тоже нет а опять нам не повезло с вами это белочек обиделись гатру то редко приходишь пусть и сколько много мышей муж только что убедил мышку и я он вон 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 по траве там так бежит мышка сколько их много что такое случилось как бы него поближе показать я попробую вот видите видите вот она побежала мышкой бегать вам видите бегает бегать сюда побежала а че так случилось так много мышей сейчас побежим показать еще ну где на там сейчас мы поймаем на сейчас траве это и вижу на она она не видно не хочу выключать камеру так ой и там бегает мышка тоже дальше слушайте их тут целая куча а что такое случилось так так много ну ну давай 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 дистать вот там ангета в траве сейчас побежала побежала услышала меня и побежала вот там хочу сегодня ребята вместо белок мыши ой вот там вот она убить его сейчас покажу поближе я видите это на вот она а как хорошо видно и там целая куча а из их целая семья наверное ой сколько их много их целая куча ребята посмотрите это мои часы мои часы не совсем понимают она их целая куча ребят вы видели сколько мышей целая куча их да а еще вот мертвых мы находили что-то случилось может у них какой-то период сейчас осенний этот брачный в общем столько много мышей суда голодным и к там сюда дал раздолья здесь это полевые мыши у них такая дайте темная полоска на спинке это полевые мыши да ребята я тут много кого снимала и жизнь не мало белоком снимал да но мы с я еще не снимала вот такой оператор мышей заснять а как она еще позировала так еще встала на брюшке как белочка такая и позирует пища ай да рута ай да молодец за как классно нас позировала еще на камеру мне да да прям с позировала на камеру представляешь так артистка а Продолжение следует...